Добрый вечер. Я опять под впечатлением. Выхожу в эфир. У меня уже космос. Это моя любимая тема. Смотрю и передачи. Но сегодня, конечно, у меня эмоции зашкаливают. Потому что, знаете, вот я вчера повидло варила. Открываю, уже так хорошо приварилась. Открываю крышку, чтобы размешать. Там бурлит. У меня ожог немножко получила. Роняю эту ложку, которая мешала. И оно еще больше мне тут обожгло. Хаос. Трагедия. Ну, для ученых хаос это развитие. Вот они в этом видят прогресс. Смотрите, что я считаю. Начну с конца. Ну, идет речь о столкновении, кстати. О столкновении галактик, черных дыр. Вот. Я так понимаю, что уже наблюдает, как в галактике сталкивается, как черные дыры сливаются. Это взаимосвязанный все процесс. Сначала галактика, а потом черная дыра, которая в центре галактики сливается в одну. Ну, я не знаю, боятся ученых или не боятся, что есть опасность, что наша галактика столкнется с галактикой ближайшей Андромедой. Не знаю. Но для них столкновение это развитие. В нашей собственной солнечной системе все предметы, которые есть, появились в результате столкновения. Все предметы, которые есть, появились в результате столкновения. Вот я вчера столкнулась с горячим повидлом. Что появилось в результате столкновения горячего повидла с моей рукой? Ожог. Это все предметы. Дальше. Пыль сталкивается и создает песок. Вы слышали такое? Пыль сталкивается и создает песок. Вы видели такое на планете Земля? Чтобы у нас когда-нибудь пилинки в квартире, которые мы там прибираем, столкнулись и превратились в песок. Это кто? Кто учит нас? Это в школе люди не учились вообще? Химический состав пыли, песка. Дальше. Песок сталкивается и создает камешки. Вы слышали такое? Камешки? Какой химический состав камешек и песка? Камешки волны. Волны в малые планеты, астероиды планеты. Так что мы произошли в результате столкновения. Мы произошли. Мы не дошли до планет, но мы произошли в результате столкновений. Понимаете? Вчера я рассказывала, что у Земли есть щит, который защищает от нас радиации. Он как произошел? Каких столкновений произошел щит? Я хочу узнать. Не, ну люди явно не учились в школе. Они стали, я не знаю, кто он такой, американский какой-то. Кто он ученый? Ученые такие вещи могут говорить? Нет, извините. Это же цель для того, чтобы доказать, что Бога нету, что у нас взрыв. Что я слушала до этого? Юну в 11-м году отправили на Юпитер. Она уже туда долетела. Показывают американских ученых, как они в восторге этого, что они чего-то добились. Вот. Но извините. Извините. В результате они говорят такие вещи. В результате для чего они, оказывается, строили эту Юнуну, чтобы она полетела на Юпитер? Опять! Для чего? Знаете, для чего? Ведь Юнуна может открыть тайну происхождения жизни. Вы поняли? Полетели на Юпитер. Там жизнь априори не может быть, потому что там газы, там огромная температура. Недолго думали и боялись, как он долетит, он туда не долетит. Просто люди зарабатывают на том, отрицая божественность нашей Вселенной, божественное происхождение нашей Вселенной. Они зарабатывают деньги. Они оправдают свои затраты на вот это научное исследование, понимаете? Тем, что они откроют тайну происхождения жизни на Юпитере. На Земле нельзя открыть тайну происхождения жизни. Надо уже на Юпитере. Понимаете? Ну, лукавство, такое мерзость перед Богом просто. Я назвала свое вот это выступление так, как мне прозвучало. Ну, буквально минут 10 назад я услышал это слово. Вот так я назвала свое видео. Понимаете? Я не знаю, что нас ждет. Я не знаю, что нас ждет. Потому что люди гневают Бога. Подрастает молодое поколение. Мы должны вот эту чушь детям рассказывать. Этот бред. Полинке столкнулся, создался песок. Песок столкнулся, создались камешки. Это чушь. Химический состав разный. Они создались. И людям нравится. Мне нету возможности говорить, картинки показывать, развлекать публику яркими зрелищами. Я говорю то, что знаю. Мне интересно слышать. Да, а сейчас вспомним Библию. Кстати, о пылинках. Притча есть такая. Восьмая глава. Притча. Книжка после Псалтаря. Сейчас почитаем, что написано в Библии. Господь имел меня началом пути своего. Это мудрость Бог называет. Прежде создания своих созданий. Прежде созданий своих исканий. Господь написал всю Библию. Это его слово. Через пророка. Полностью Божье слово. От начала до конца. И получается, что он совершенен в том, что он воздаёт честь мудрости. То есть он прославляет не себя, а то, что он творил всё мудро, рассуждая. Знаете, есть такие законы. Мудрость. Мудрый. Бог подчиняется логике. Я уже говорила об этом. Всё должно быть логично и здравый смысл во всём есть. Причины и следствия. Я хожу по пути правды. По стезям правосудия. Чтобы доставлять любящим меня существенные блага. И сокровищницы их я наполню. Господь имел меня началом пути своего. Прежде созданий своих исканий. От века я помазана. От начала прежде бытия земли. Я родилась, когда ещё не существовали бездны. Когда ещё не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы. Прежде холмов. Когда ещё не сотворил... Когда ещё он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Начальных пылинок Вселенной. Это не та пыль, которую я сегодня убирала в квартире. Это не та пыль. Это другие пылинки Вселенной. Это те пылинки, с которыми состоят наши протоны. Ядра с протоном и нейтроном. Нейтроны. Протоны состоят ещё с мелких... с кварков. Понимаете? Начальные пылинки Вселенной. Вот что Бог имел в виду. Потому что на то время пророки, которые записывали вот это... Слово Божие, они не могли знать о атомах. Они видели только пылинки. Поэтому Бог говорил образно. Пылинки Вселенной. Вот пылинки. Я тут рассказываю, что пылинки столкнулись с пылинкой и создался песок. Вы поняли? Давайте... Вы понимаете? У меня нету слов. Я просто... Я не знаю, плакать или смеяться. Конечно, лучше смеяться. Ну, это ж смешно. Ну, действительно, люди. Ну, это ж смешно. Это в прямом эфире люди об этом говорят. Американцы, русские переводят. Всё нормально. Представляете? Русские ещё и переводят. То Задорный смеялся, что американцы тупые. А русские переводят. В прямом эфире. Не в прямом. Может, не в прямом. Наверное, в записи. Вы понимаете? Когда он уготовил небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака. Когда укреплял источники бездны. Когда давал море устав. Чтобы воды не переступали пределы его. Когда полагал основание земли. Тогда я была при нём художницей. И была радостна. Радостью всякий день. Веселясь перед лицем его во всё время. Единственное, что нам остаётся, это веселиться. Понимаете? Люди ленивые, получается. Уча какой-то бред. Слушая какую-то чушь. Это же надо иметь багаж знаний. Это же надо уметь. И ум иметь. Аналитический ум надо иметь. Чтобы чем-то оперировать. Должна быть основа какая-то в мозгах. Чтобы критически мыслить. О чём они говорят. Ну я записываю какое-то там видео по порядку. 63 или 63. Я уже не знаю. Но обвините меня. Где я сказала чушь такую собачью вообще. Полностью такой бред. Я по образованию учитель начальных классов. Закончилась институт с красным дипломом. Училась хорошо в школе. В начальных классах была отличница. Потом училась нормально. Достаточно. Во всяком случае для меня руководило мной то, что мне стыдно было быть чего-то не знать. Мне стыдно было быть не готовой к чему-то. Сейчас я провожу свои эфиры практически экспромтом. Ну потому что, извините, мне 50 лет. Я 25 лет в Господе. Я изучаю Библию. Я ерундой не занималась. Я никогда нигде не тратила свои силы на какое-то зло. Я говорю экспромтом, потому что у меня есть какой-то багаж уже. Но, наверное, не всем можно говорить экспромтом. Но если ты плохо в школу или учился, так не подходи к микрофону. Не учи людей. Да, ну и радость. Это очень хорошо. Конечно, Господь не утишил. Когда давал море устал, чтобы воды не переступали пределы его. Когда полагал основание земли. Тогда я была при нём художницей. И была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во всё время. Веселясь на земном кругу его. И радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня. И блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления. И будьте мудры. И не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня. Мудрость слушает. Логику. Здравость смысл. Понимаете, когда я воспевает славу сейчас одному ученому покойно, не буду называть имени, который... Две теории создания было вселенной, я уже не помню. Но большой взрыв, это звучит очень сильно. Якобы эта теория победила. И другая теория, там, я уже не буду говорить, она проиграла. Понимаете? От взрыва больше... Ученые увидели, что во взрыве больше логики здравого смысла. Понимаете? А в более таком спокойном развитии вселенной нет логики. А взрыв это хорошо. Вот это здравый смысл. А мы все боимся аварий, да? Мы все боимся каких-то травм почему-то. Уже самих понятий взрыва боимся. Страшно. Веселясь на земном кругу его. И радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня. Блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления и будьте мудры. Не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня. Бодствуя каждый день у ворот моих и стоя на стражу дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получает благодать от Господа. А согрешающие против меня наносят вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смертью. Мудрость. Мудрость нужно любить. Нужно уважать людей мудрых. Есть, ну вот Эйнштейн. Он многие мудрые вещи говорил. Все, его уже забыли, его нет. Уже начинает с ним спорить. Доказывает. Он сначала что-то говорил о черных дырах. Потом он решил, что не может быть, что черная дыра это звезда, которая переродилась. А у нас сейчас рассказывают. Звезды намного меньше размером. Черные дыры огромного размера. Как может переродиться меньшее в большее и плотнее? Как может переродиться то, что меньшее и не такое плотное в то, что более плотное и крупнее? Как это может переродиться? Они же рассказывают сказки. Они же говорят, что после взрыва материю в себя втягивают. А где у нас что-то втягивает, когда взорвется? Все разлетается нафиг, господи помилуй. Уже говорю грубые слова первый раз в эфире. Вчера чуть не сорвалась, сегодня уже сорвалась. У меня нет слов. Я просто поражаюсь, насколько глупости в эфире можно услышать. И это все глотается и переводится с английского на русский. Да, ну вот мудрости нету. Согрешающие против меня, против мудрости, наносит вред душе своей. Все недовидящие меня любят смерть. Иначе будет хаос. Если не будет здравого смысла, будет хаос. Потому что мы скоро будем, ну не знаю, все нормально. Взрывайте! У нас будет развитие, у нас будет благодать, у нас будет благоденствие, если у нас будут взрывы. Это же будет прекрасно. Вселенная так создалась. Ищем. Ищем истину. Будьте благословенны.